Здорово, дорогие друзья! В общем, сегодня мы с вами разберем таланты в Метро Роэль, что же все-таки лучше прокачать, что не работает и что совсем не нужно. Первый талант ускорения произвели, думаю, с этим все понятно. Второй талант, это, естественно, снижение нагрузки на ваше тело, то есть вы сможете, в принципе, бегать с этим быстрее. Хотя, на самом деле, все это дело не проверено и, возможно, оно совсем не работает. Но, опять же, эта скорость усиливается настолько мало, что вы почти ее и не заметите. Ну, естественно, идет третий навык, а третий навык, это у нас усиление рюкзака. То есть в вашем рюкзаке становится на 80 мест больше, если вы прокачаете этот навык до конца. Я думаю, в самом начале выбор очевиден. Ведь только с рюкзаком вы сможете унести больше лута и, в принципе, получить больше денег за каждую катку. Итак, у нас открывается вторая полоска навыков. Ускорение ходьбы при лечении. Не знаю, зачем это нужно, потому что при лечении, в принципе, можно и не двигаться. Я много таких людей видел, которые, в принципе, не двигаются, стоят за сеном и, в принципе, им от этого нормально. Также есть ускорение, когда вы бегаете без оружия, то есть с пустыми руками и, в принципе, бег ваш усиляется. На самом деле нет. Эта штука, от слова, совсем не работает. Ни в коем случае не прокачивайте, потому что, сколько вы не проверяли, эта штука вообще не действует никаким образом на вашего персонажа. Ну и также третья штука, это просто время возвращения. Опять же, зачем вам время возвращения? Сокращается она, кстати, всего лишь на 2 секунды, то есть вместо 6 вы вернете за 4. В принципе, 2 секунды лишних подождать на возвращении, это можно. Зачем я это прокачивать? Стратить 8 навыков на это. Поэтому я выбрал прицеливание, то есть ускорение прицеливания, и это я прокачал. Потому что я считаю, что это более надежная штука, и, в принципе, вы сможете быстрее нацелиться на врага. Естественно, тем самым быстрее начать стрелять и навестись на него. И после этого вам открывается третья строчка навыков. Ни в коем случае не вкачивайте быстрее открывание сундуков. Правда, это очень хороший навык, но он не работает. И к тому же, у вас сундуки вообще не станут открываться из-за того, что вы его прокачаете, потому что это баг игры, и с этим ничего не поделать. Ну а теперь 2 самых важных навыка. Многие думают, какой прокачать лучше, потому что, в принципе, если вы прокачаете второй, то вы сможете потом начать качать урон для АВшек, а с АВшками, как вы понимаете, играют совершенно все. Но если вы прокачаете ХПшки, то вы не сможете прокачать урон от АВшек, но, в принципе, ХПшки довольно важны. Ну а тут выбор, естественно, уже за вами. Тут я не могу ничего посоветовать, это уже как вам удобней. Либо вы начнете наносить быстрее больше урона и перестрелить тем самым врага, либо у вас больше ХПшек будет, и тем самым вы тоже будете перестреливать врага. Но лично я выбрал прокачать здоровье, потому что здоровье это для меня в первую очередь. Правда, нельзя его восполнить с помощью аптечки, бинта, ну и малой аптечки. Поэтому придется восполнять ее энергетиками, либо обезболивающими. Поэтому я в катку беру где-то от трех до пяти энергетиков. В принципе, мне этого хватает. Но и самый главный момент, то что здоровье и вот эта вот энергия, которая вам дается при убийстве, кстати, не при ноге, по-моему, а именно при убийстве. И, кстати, на ботах она тоже работает, то есть за ботов вам тоже дают энергию. И эти два навыка, в принципе, суммируются вдвоем, потому что когда вы убьете врага, и у вас будет много хпшек, если он вас ранил, то, естественно, вы его убиваете, и у вас сразу начинается восстанавливаться энергия. А энергия, как вы знаете, это как энергетик. В принципе, если вы прокачаете все это дело до конца, и у вас будет, естественно, кобра, либо остальной фронт, то вы будете восстанавливать еще намного больше энергии. То есть как будто выпили энергетик. А энергетик за каждое убийство, как вы понимаете, довольно неплохо. Ну а дальше, в принципе, вы это прокачаете, и уже будете начинать качать урон от АВшек. К сожалению, для снайперов огроменный облом, потому что они не смогут нормально все это дело прокачать, или иначе они не смогут откроют сундуки. Хотя, в принципе, снайперам. Зачем откроют сундуки? Можно их и не открывать, отбирать лут, просто убивая всех втихую. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Не забывайте написать свои собранные навыки, потому что мне тоже будет интересно услышать и узнать то, что вы сами для себя берете. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, вам было интересно и хотя бы капельку полезно. Не забывайте поставить лайк, подписаться, если вдруг не подписаны. Ну а также, не болейте, до новых встреч. Пока!